Как представители партии, я видеосъемку делаю, не пугайтесь. Смотрите, у нас есть глава Тварки Единой России от Сахалинской области. Это господин губернатор. Все верно. У него в предвыборной губернаторской программе есть такое, было одно из предвыборных обещаний, вылов трех груш на специально отведенных участках. Я знаю, что такой вопрос есть и в программе секретаря он есть. Это хороший, правильный вопрос. Большое спасибо губернатору Зайту. Но, к сожалению, на местном уровне происходит и на уровне партии Единая Россия происходит дискредитация нашего губернатора, а также центрального руководства. Что нехорошо. Нет, я не согласен, что происходит дискредитация. Я сейчас объясню, в чем она происходит. Я бы вам попросил узнать, а в чем же она происходит. Я жду вашего вопроса. Смотрите. По сути. По сути. То есть, там, когда вводили это, кстати, в Дальском районе, допустим, я лично обращался к губернатору, что он сделал, ему спасибо эти участки. Лично я писал обращение. Давайте. Не перебивайте меня. Но конкретнее. Участки какие? Участки любительского рыболовства. Правильно? Угу. Их два. В Дальском районе. Угу. Да. Вообще их три. У меня здесь два. У нас три участка. Из них два находятся на участке ООО «Меридиан». Угу. Два. Два. Которым руководит член партии «Единая Россия», депутат районного совета Александр Шушпанов, который, допустим, в прошлом году решил ограничить возможность рыбаков пользоваться этой губернатской программой. В чем это? Каким образом? То есть, смотрите, любительская ловля, согласно у нас российского законодательства, правил рыболовства, может отчисляться на этих участках с 1 июня, даже скоро, по 31 августа. О чем они дали разрешение? Выставили, стал бы и доложили нашему губернатору. Все хорошо. В каком виде они доложили? Доложили долинское руководство, мэрия, доложило министерство рыболовства. То есть, на министерство доложили, не губернатору? Ну, мы будем заниматься, оно министерство подчиняется губернатору. Министерство подчиняется губернатору? Вы говорите, что он доложил губернатору? Это уж меня не касается, кому я же не докладываю. Ну, мне сказали, доложили, понимаете, в руководство министерства. Понятно. Не перебиваем еще, не просил. Смотрите. И выставили шлагбаум, у которого это написано. Однако, через некоторое время господин Александр Шушванов на одном участке запретил рыболовку, а на другом ее ограничил не по 31 августа, а по 31 июля. То есть, значительно меньше, чем разрешено федеральными правилами рыболовства. Причем этот данный товарищ, он, конечно, глава ОМЕРДЯ, но он еще член вашей партии. И происходит значительное ухудшение возможностей граждан. По вылову? Да, стоят эти, как они, баннеры администрации, где указаны сроки. Согласна, да? Что тут ловить можно такими-то орудиями. Это участок где находится? В Дольском районе. Я могу на план рисовать, если вы за счете нужным, я военный, и это быстро сделаю. И получается, что мне пришлось лично писать письмо губернатору. Вот я в прошлом году написал, могу показать, в приемную. И они-то 1 августа всех прогнали применением незаконных вооруженных формирований своих каких-то там нанятых. А после того, как я первое число меня прогнали, первое число я там написал заявление, то есть пришел ответ, они сказали, да мы ошиблись, мы никого не прогоняли. Вы, вам показалось, это какой-то там неизвестный человек глянул на часы и уже думал, что уже сентябрь. Вы не могли бы провести какие-нибудь меры, собрания своей партии с господином Шушпановым и иными рыбопромышленниками, потому что подобная ситуация происходит везде, на территории Сахалинской области. Это только и в Долинском районе, а такие участки есть во всех районах и во всех районах рыбопромышленники. Они ввели там поправку, пункт 13Г, вот этим словом ГЭВы, они имеют право отменять, как его, там написано, с их согласия появилось, где с их согласия, либо пользователей. И они все члены партии рыбопромышленников, и они вообще не дают данное согласие, к сожалению. Или дают не на всех участках, и все они члены вашей партии, и все они как бы докладывают вашему губернатору, который глава данной партии. Я ничего не перепутываю. Ну, у нас это территория Сахалинской области, конечно.